Кто смотрит наше постоянное видео, они видели, я рассказывала про то, что аморалисы я перепутала с гипиастром со своими и заказала луковицы. Вот они пришли, мои луковицы гипиастрома, потому что на улице потеплело, и мне обещали, что в марте их пришлют, как только потеплеет. И они пришли. Смотрите, какая красота. Я даже не помню, что я эту астру заказывала, кустарниковую, надо же. Вот, смотрите, вот это луковица. Вот это луковица. Прям вообще красивая, да, какая? А луковица какая мощная. Кстати, когда я в магазине увидела вот эти две луковицы, они стоили что-то 300 рублей с копеечками. Я сразу же взяла, сейчас я вам скажу, я сразу взяла, почему думаю, я по 600. Вот, ну они действительно стоят того, они, посмотрите, какие мощные. Аморалис 690 даже стоит. Смотрите, вот такой вот. Ну тут поменьше, конечно, луковичка. Конечно, поменьше. Но тоже красивый, да? Белый, махровый. Так, это у нас вот такой простой красный. Кстати, все луковички живые, вон если посмотреть, у них прям зелень. Они, кстати, быстро берутся. Я вот свои вон те посадила, они буквально, я говорю, месяц назад я их купила, они, видите, уже какая красота. И вот такую астру взяла. Корешок живой, даже уже выпустил эти, видите, свеженькие. Астра кустарникова, но она многолетняя. Она, знаете, на что она напоминает? На сентябринке. На сентябринке похоже. Но я думаю, тоже она будет симпатичная, красивая. И вот люблю, когда в осень вот такие вот красивые цветы появляются. Так, и я, как говорила уже, я когда заказывала, там нужно было определенную сумму набрать, и получается скидка. И я до кучи уже заказала еще вот такую вот красивую гортензию. Фантом. Я, кстати, видела у одной женщины. У нее посажено, ой, какая она красивая внутри. Если туда заглянуть, посмотрите, почечки живые. Какая красавица, да, и живая. Вот что отношение хорошее к качеству, когда отправляют товар. Она высокая, кстати, она трехметровая. Кустарник до трех метров. Это очень крупное растение. Но при этом она вот в объеме не очень большая. И я ее хочу посадить около забора, чтобы она создавала такой как бы комфорт в виде, знаете, как когда сирень садите возле забора. И вот это и цвет, и плюс красота вот эта вот. Она морозоустойчива, засухоустойчива. То есть у нее будет не страшная зима. Может расти в полутени. Так, листья зеленые. Крема белая. Розовеющая к осени. К осени они розовеют. Вот, кстати, я вот у одной женщины видела, мне очень понравилось. Они такие очень красивые. Она его не обрезает и делает круглым кустарником. Не очень высоким. Два метра она держит его. Но у нее вот огромная шапка. Красивейших цветов. И они действительно вот уже к осени начинают такие более розовые становятся. Очень долго цветет. Красивое растение. Вот мы его посадим. Вот такую вот гортензию я еще заказала. К своим аморалисам. Так что мои аморалисы пришли. Посадим их в горшочки. У нас снова появился такое, как сказать, увлечение аморалисы. Ну, у меня был гипиастр, у меня очень его любила. Он мне приносил удовольствие, потому что он у меня прекрасно рос. Я поняла, что это мое растение, потому что оно у меня прекрасно растет. Каждый год цветет. Даже два раза бывает в год цветет. И замечательно себя чувствует. Я поняла, что когда я ошиблась с гипиастром, с аморалисом, я их часто путаю, потому что они очень похожи. Я поняла, что надо мне купить аморалисы. И у меня теперь есть несколько видов аморалисов. Различные расцветки. Очень красивые. Посмотрите. Раз, два, три и еще три. И шесть аморалисов, я думаю, вполне хватит. И будут все разные расцветки, разная красота. Особенно, когда они все вместе зацветают. Это даже так красиво. Удивительно, что они зацветают у меня весной. Ну, потому что я посадила. Я думаю, вот эти сейчас посажу, они тоже зацветут весной. Хотя они в зимний период зацветают и очень красивые. Когда зацветут, я вам обязательно покажу в каком-нибудь из видео. Поставлю рядом с собой. Вы полюбуйтесь моей красотой. Люблю такие растения. Да, кто-то любит орхидеи. И они прекрасно у него чувствуют. Вот у меня орхидея не приживется. Я не знаю, была она у меня. Я особо ей даже не увлекалась. Хотя тоже мне нравится. А вот это вот, мне не только нравится. Оно со мной дружит. Вот если цветок со мной дружит, значит я его оставляю. Вот поэтому вот эту красоту я обязательно буду выращивать. И для этого я приобрела аморалисы, хотя они не дешевые, эти луковицы. Вот эти мне повезло. Я купила за 300 рублей. Вот эту вообще луковицы я тогда купила за 50 рублей. Потому что ее в отходы отправили. А эти мне достались дешевле, чем эти. Но эти, сами видите, какие красавцы, да? Но это же красавцы. Когда они будут распускаться, а еще когда они крупные, потому что некоторые из них, не помню какие, по-моему, которые махровые, они достигают прям вот, вот такие вот они огромные, большие, крупные получаются цветы. Поэтому, ну, сами представляете, какая красота, да? Ну, просто даже посмотреть на это, и то изумительно. Называется сайт «Семена заказ». Вот такие у нас покупочки замечательные будут расти. Наконец-таки пришли мои аморалисы, которые я ждала. И очень... Кстати, вот эта вот идея заказать аморалисы привела к тому, что я даже поняла, что я ошибалась. Ошибалась в том, что мой гипиаструм, вот этот вот, это не аморалис, который я называла аморалисом, а гипиаструм. А теперь у меня будут и аморалисы, и гипиаструмы. И то, и другое. Ну, самое интересное, они очень похожи, да? Абсолютно похожи. Вот. Похожи, да? Очень похожи. Ну, они, кстати, вот аморалисы многоцветковые у них идут. Ах, кстати, в последнее время я заметила, очень модно стало продавать аморалисы как цветы в подарок. Да. Я видела, представляешь, они, оказывается, их обрезают. Вот когда они вырастают, их вот так вот обрезают. И делают как подарочные. Да. Самое интересное, их продают как подарочные. Они очень хорошо пользуются как подарочные цветы. Я даже не знала об этом, не представляла. Оказывается, вот. А у нас будут свои. Так вот, так вот. Будет вечный букет красивых цветов. Вот эти вот красивые, да? Махровые, прям вообще красотущие. Красотущая! Или опотущая? Хочется что-то в своем саду красиво посадить. Кстати, очень интересные сейчас появляются там у них новиночки. Я была удивлена, когда увидела хосты. Я сразу же, сразу же, в буквальном смысле взяла. Потому что, ну, я взяла по одной. Вот если была бы голубая еще, я бы их больше взяла. Но она одна была. Кстати, может в другом каком-нибудь фикс-прайсе увижу. А они сами по себе быстро хосты разрастаются. Так что не страшно. 99 рублей. Вот я смотрела семена, хосты, да? Семена. У меня, кстати, свои хосты выращены семенами. Я их семенами сажала. И очень долго они у меня разрастались. Но сейчас они уже большие, хосты довольно-таки. Я посмотрела семенами. Семена стоят 200 с лишним рублей. Стоит ли это того? Чтобы мучиться вот это вот сажать, столько семян брать. Еще не всегда они вырастают. С ними хлопот сколько. Взять вот 100 рублей. Хороший корешок. Да он у вас за этот год отрастет хороший. А на следующий год уже делить начнете. Я думаю, что это вообще недорого. Так что сходите в фикс-прайс. Лучше, конечно, сейчас копить. Потому что там загубят они растения. А там большой выбор появился. А вообще, если честно сказать, в последнее время, что самое интересное, сейчас нет такого, чтобы раньше как-то заказывать, заказывали где-то, да, саженцы, заказывали семена еще. Сейчас все так просто. Зашел в любой эконом-магазин, все купишь. Любые семена, любые саженцы, любые цветы. Посмотрите, в любом магазине сейчас все заполонено. Можно такую красоту насажать. Мне самое интересное, знаете, один всегда вопрос зависает. Каждый год много всего наполняется. И Леруа Мерлен, и другие магазины, очень много всяких, вот, да, привозят луковичные и так далее. Кстати, Леруа Мерлен уходит с российского рынка. Если вот кто покупает там что-то, они уходят от нас. Будут наши держать его, но сам Леруа Мерлен уходит. Их не представители уходят, а наши остаются. Ну, не знаю, конечно, это уже не то, само собой будет. Потому что, когда уходит хозяин, сразу все меняется. Не зря же говорят, пришла новая метла, по-новому метет. Ну, в смысле, новая метла, по-новому метет. Поэтому совершенно другой будет, это само собой. Но факт то, что сейчас, вот, пожалуйста, я говорю, в обычном фикс-прайсе можно купить и семена, и луковичные, и кустарниковые, и деревья, все, что хотите. Причем, самое интересное, неплохого качества. И абсолютно недорого. Вот я на рынке смотрела, на рынке обычный саженец, трехлетка. Самый не шел 500 рублей, самый дешевый. Фикс-прайс посмотрела, 299 рублей. 300 рублей. Хороший трехлетний саженец можно купить. Причем привитый, нормального, хорошего сорта. Без вопросов. Пересортиться, да, возможно, будет. И это сразу не поймешь. Но, кстати, на рынке купить очень часто бывает пересортиться. Очень часто. Поэтому сейчас такого уже нету, как раньше. Намного все проще стало. Хотя я знаю, что за какие цвета тут будут. Но мне тоже хочется увидеть их уже вот распущенные. Потому что, когда ты смотришь на вот эту головочку, она вроде бы еще совсем не такая маленькая. А потом такая красотища оттуда. Ой, увидим. Вот вкусные вообще яблоки. Я в том году их делала. Это вот прошлогодние. Вернее, не прошлогодние, а позапрошлые. 22-го года. Пюре яблочное. Такое вкусное. Мы его... Я его для чего делаю? Мы его с творогом очень любили. В творожок или в запеканку. До того вкусное оно. Оно кисло-сладенькое. Я его не делаю с сахаром. Я его делаю с небольшим... Вот сахар вообще почти что не ложу. И оно так нравится нам. Это кошковал. У него вот эта вот курочка. Ее можно снять, конечно. Она вот так вот легко снимается. Ее прям по кругу можно снять. Очень вкусный сыр. Он такой красивый. Висит на веревочке. Вот такой вот. И, кстати, он хранится очень хорошо. Вот он уже созревать пошел, и у него дырочки образуются. Но ему всего месяц. А вот если полгода, там откроешь, там одни сплошные дырочки будут. Настоящий. Мне что, нравится? У него такой вкус. Сливочно приятный. Умеем сыр готовить. Научились. Я согласна, можно приготовить сыр в кастрюле. Можно. Я тоже раньше готовила в кастрюле сыр. Но весь процесс правильно приготовленного сыра занимает довольно-таки много времени. Ну, как сказать. Это процесс не одного часа. То есть там несколько периодов, когда нужно мешать, когда нужно следить, определенную температуру поддерживать обязательно. Потому что некоторый сыр, если температура превысит больше, чем норма, он не получится. Вещи вот эти вот, соблюдение температуры, режим выдержки, режим нарезки, режим вымешивания. Кстати, вымешивание некоторых сыров достигает даже до часу. Ты же не будешь устоять у кастрюли целый час и вымешивать. Это очень сложно. Вот чем хорошо сыроварня. То есть ты включил процесс, и он у тебя делается. Ты можешь заниматься своими делами. Все под процессом. И так удобно, очень удобно. Просто вот физически он снимает много времени. А тот, кто вот еще любит сам готовить сыр или, допустим, для продажи. Ну, сыроварня просто выручка огромная. Потому что действительно облегчает труд довольно-таки серьезно. Да, там, когда ты раз в полгода сваришься, так можно и постоять у плиты. Но когда вот так вот, мы вот каждую неделю готовимся вот так, сыроварня просто выручает. Очень хорошая вещь. И сыр вкусный, кстати. Самое интересное, никак не можем. И нормально все съедаем. Ну, у нас лежит пару головок сыра, который мы ждем созревания. И потом покажем, красивый будет. Ой, красивый! И еще вот сейчас сделаем моцарелку. И после вот нужно будет сделать несколько головок для созревания. Хочу все-таки полгода, чтобы еще вызрел. Хочу сделать такой сыр. Никак не дозревает мы его съедаем. Он настолько вкусный. Еще самое интересное, так удобно. На праздники всегда свой сыр. Всегда свой сыр. Мы вообще не покупаем, да? Вот уже сколько мы не покупаем, вообще никогда сыр. У нас все свое. Замечательно. И в салатике, и куда хочешь. А вот такой вот он вот, кашковал, вот очень хорошо будет. И в пиццу он, потому что плавится красиво будет. И так вот кушать, это вообще замечательно. Ну, и этот мы делали, как его, помнишь? Первый-то как мы российский делали. Делали мы брынзу и качоту. Качоту мы делали. Вот, она очень вкусная, кстати. Тоже хорошая качота. Тоже вкусная, хороший сыр. Так что сыр – это вещь. Вот и кисонька наша нарисовалась.